Здравствуйте! С вами Илья Лавренков и тележурнал «Сороковочка». Представляем обзор наиболее значимых событий в жизни Сибирского химического комбината и города Северска. На площадке строительства опытно-демонстрационного энергокомплекса проекта «Прорыв» обозначена новая крупная веха. Там завершили монтаж металлоконструкции первого яруса башенной испарительной градирния энергоблока с реакторной установкой. Всего для сооружения градирния предстоит смонтировать около тысячи тонн металлоконструкций. Подробнее расскажем далее. Башенная испарительная градирня Подается на водораспределительный стояк, а от стояка уходит на наросители, которые, орошая ее, она поднимается с паром, обменивается температурой с атмосферным воздухом, конденсируется и падает в бассейн. Чтобы соорудить градирню высотой 80 метров и диаметром 79,5, предстоит смонтировать тысячу тонн металлоконструкций. Сейчас на объекте идет зачистка сворочных соединений с последующей антикоррозийной покраской, после чего металлоконструкции накроют двойным слоем рифленых алюминиевых листов. В данную минуту получается на бетоне, ну на железобетоне, на стояке водораспределителем получается 10 человек и на монтаже металлоконструкций тоже, ну человек 20. Получается это сборка, укрупнительная сборка, сварка, пескоструй, подготовка краски. На второй ярус градирни, в отличие от первого, установят уже полностью подготовленные монтажные марки, обработанные, окрашенные с алюминиевой обшивкой. Трудиться здесь предстоит еще в течение года, свои коррективы внесут холода. Все замедлится просто, то есть будет намного медленнее все, потому что это, во-первых, будет снег, осадки, все мешать нам будет. Пока будет уборка снега, здесь есть подготовка. Строительно-монтажные работы на градирни планируется завершить в сентябре 2023 года. Что касается пуска наладки, она намечена на лето 2025-го. Тем временем самые креативные инженеры Сибирского химического комбината покорили новую высоту. Так назвали финальный этап конкурса, который организовало акционерное общество ТВЭЛ. Площадкой для проведения был выбран Томск и совершенно не случайно. Тему продолжим в следующем сюжете. 49 специалистов со всей страны съехались в Томск на конкурс профессионального мастерства среди атомщиков. За победу в акселераторе боролись представители Москвы, Электростали, Глазово, Екатеринбурга, Железногорска, Новоуральска, Подольска и Санкт-Петербурга. Интересные проекты представили и северчане. Нам досталась тема автоматической дезактивации ТВЭЛов. Создание этой установки играет решающую роль в опытном промышленном производстве, которое предполагается внедрить на химико-минутургическом заводе с безлюдными технологиями. Поэтому я считаю, что мы в этой теме продвинулись успешно. Мы показали сейчас жюри результаты наших работ, которые говорят о том, что подобных установок, идей и технических решений в принципе нигде не применяется. Проект автоматизации сварки ТВЭЛа, оболочки ТВЭЛа и заглушки. И мы предложили решение, то есть изменить заглушку и поменять тип сварки. То есть на более перспективные, на лазерную сварку и гелиодуговую. Работы участников оценивало строгая жюри, в состав которого вошли два вице-президента компании ТВЭЛ. Все представленные идеи имеют реальную перспективу внедрения на производство. Нет здесь проигравших и суперпобедителей. Все темы важны. Значит, из наиболее таких интересных вещей, которые важны для предприятий в целом, это безусловно, значит, дезактивация, значит, качество в потоке. Ну и совсем новые темы, которые будут перспективны для новых видов топлива, я имею в виду быструю энергетику, это безлюдные технологии, да, которые только в начале разработки. Выбор Томска как площадки для проведения акселератора оказался не случайным. Тем более, что региону есть что показать. Речь о строящемся реакторе на быстрых нейтронах. Томск – это, конечно, город перспективный, с большим количеством университетов, с хорошими производственными заделами. Это наша отраслевая площадка. Именно поэтому хотелось приехать сюда, чтобы посмотреть, как реализуются проекты, крупные русатмовские проекты, которые как раз направлены на будущее. Мы были на площадке СХК, смотрели стройку по проекту «Прорыв», ну и, соответственно, наши участники ознакомились с производством, как раз похожим по технологии, с тем, какие задачи они решают в своих проектах. Самым убедительным членом жюри показался проект обеспечения автоматической дезактивации ТВЭЛов. Авторы же других идей получили бесценный опыт профессионального общения, который в будущем сгенерирует еще не одно рационализаторское предложение. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционные августовские соревнования по лыжи-роллерам собрали на сей раз 48 участников. На открытое первенство Сибирского химического комбината приехали и спортсмены других регионов, в частности Новосибирской, Кемеровской областей. 65-летний Виктор Газин из Юрги в итоге победил в возрастной группе от 60 и старше. Я уже участвовал в прошлом году в ваших соревнованиях, ну и пригласили поучаствовать уже как первенство этого предприятия. Я специально бегаю там в Кемеровской области на лыжи-роллерах, ну а зимой на лыжах. Ну и здесь как подготовка к зимнему сезону поучаствовать в этих стартах. Асфальт ровненький, только передвигай ногами. Спортсмены начали борьбу за медали с раздельного старта. В одном забеге приняли участие как мужчины, так и женщины. Возрастная категория также значения не имела. Все подсчитывалось по итогам выступления. У нас все попроще, мы просто без всяких чипов, чисто на секундомер. Ну и еще компьютер стоит у нас, то есть результат будет автоматом там уже высчитываться. Участие в первенстве СХК принимали целыми семейными подрядами. Саверчане и Чумаковы бежали втроем. Вслед за главой семейства на 10-километровую дистанцию отправились мама и дочь. Обе в итоге попали в призеры в своих возрастных категориях. Придумал, так скажем, их ввел в традицию Сергей Алексеевич Котов. Это генеральный директор нашего сибирского химического комбината. Огромная ему благодарность за это. Лыжи-роллеров у нас как бы вот на комбинате никогда не было. Участвуем всей семьей. Я, дочь Вера, муж Владимир. Муж уже стартанул, на второй круг уходит. Планы на будущее. Тренируемся, готовимся, участвуем в соревнованиях. Открывала соревнование олимпийская чемпионка Наталья Баранова. На лыжи-роллерной трассе знаменитая спортсменка провела в свое время сотни часов. Надеемся, что на Янтаре, на лыжной базе Янтарь, когда-нибудь все же появится лыжи-роллерная трасса. Потому что очень много уже говорим в течение 10 лет. Ну, пока только одни разговоры и проекты. Пока Северск у нас обделен. Хотя любителей в Северске очень много. И любители лыж, и любители лыжи-роллеров. Сегодня мы видим, что достаточно народу участвует на соревнованиях, которые Сибирский химический комбинат организовал. 20 минут и 38 секунд хватило герою дня для преодоления дистанции. Титул абсолютного победителя завоевал Алексей Тимошин из спортивного клуба «Легион». В женском первенстве не было равных архивариусу, химико-металлургического завода Елизавете Колчеданцевой. Вообще у меня папа лыжник. Мы как-то раз покатались с ним, когда я была маленькая в 9 лет на лыжах. И мне так понравилось, что я с удовольствием начала заниматься лыжами. Получила прямо адреналин. Трасса хорошо подготовлена, все дырочки, которые были, заложили бетоном. Все хорошо, все отмечено, все флажки поставили. Ну, организация на высшем уровне. Победители и призеры получили медали и ценные подарки, а все, без исключения участники, отличное настроение перед началом очередной трудовой недели. Больше новостей о жизни Сибирского химического комбината и Северска в следующих выпусках Сороковочки. Посмотреть наш тележурнал вы сможете на канале Томское время, на страницах СХК в YouTube и соцсетях, а также на сайте комбината по адресу www.atomsip.ru С вами был Илья Лавренков, ждем следующих событий и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok